я попробую найти другой способ всем привет это школа эмоционального интеллекта и психотерапии и канал невроза мегаполиса меня зовут алексей красиков здравствуйте мы сегодня разбираем третью серию первого сезона сериала триггер у нас сегодня четыре очень интересных кейса главный кейс это паническая атака или клаустрофобия но у человека возникает паника в лифте разберем очень хорошая история и три дополнительных кейсов которые я бы хотел разобрать это финал с лерой это матвей и друг артема давайте начнем с матвея как вы помните из разбора предыдущих серий мам все-таки приперлась и он в общем-то водичку-то в лицо и сказки плеснул со словами мама харе да это был их очный контакт где он поставил точку сказал все но потом чтобы не чувствовать никакой вины и чтобы как-то правильно рационально подойти к ситуации он позвонил нами и сказал мам я тебя люблю спасибо я никуда не пропаду я буду приезжать я буду рядом но дай мне возможность жить самостоятельно и вот это я буду рядом я никуда не пропаду дай мне возможность жить самостоятельно и является последней точкой в разрыве этих симбиотических отношений запомните об этом следующая сцена которую надо разобрать или кейс это поведение друга артема там на лицо конкуренция до на лицо то что человек конкурирует скажем так со своим приятелем к сожалению большому и эта проблема но дело сейчас не в этом дело в другом дело в том что его друг постоянно демонстрирует свою финансовую состоятельность девушкам и он постоянно это делает на самом же деле получается очень типичный паттерн приходит мужчина горит у меня одни меркантильные засранки у меня значит одна только такая вот проблема да все от меня хотят только денег он грустит иначе никак не может определиться а на самом деле он сам себя ведет так что скажем он сначала демонстрирует свою финансовую состоятельность сначала производит впечатление своими финансами и возможностями а потом удивляется почему у него все такие вот однотипные скажем так девушки ну и соответственно третий кейс это лера давайте здесь закончим лера собрала наконец-то вещи привезла на озеро положила в лодку и подожгла плакала кричала это и есть финал отпустить прошлое и начать жить новой жизнью напоминаю что в предыдущей серии артем сделал два очень важных эксперимента первый это на кладбище либо ты отпускаешь либо мы с тобой прощаемся и это был мотиватор к терапии затем эксперимент был очень опасным это создать сексуальное возбуждение в предыдущем стимуле то есть новые эмоции новые сексуальные возбуждения с новым человеком чтобы вытеснить новое старым и третий эксперимент в третьей серии как раз финальный это сжечь окончательно одежду и поставить точку артем не учел одного по второму эксперименту в театре что скорее всего это опасно не только там уголовные и непрофессионально но это еще опасно тем что обычно такие пациентки очень быстро переключаются на своих терапевтов какая-то травма и потеря из прошлого очень часто закрывается терапевтом это называется перенос когда пациентка влюбляется в терапевта и поверьте у леры были все шансы влюбиться в артема и без этого театра вот поверьте это так работает в психотерапии ну и самый главный кейс это наш герой который собственно говоря испытывает панические атаки в лифте мы видим паническую атаку в лифте там есть значит эпизод где он поднимается в офис его поздравляют с новым назначением у меня случается паническая атака в лифте артем приходит значит показывает кстати говоря поведенческое упражнение вывода из панической атаки где человек начинает концентрироваться на зубной щетке на каком-то другом предмете то есть метафора вывести из внутреннего состояния вот ухода внутрь наружу на новые стимулы и вот выведя его на глаза за щеткой он как бы достает человека из внутреннего такого панического состояния начинает с ним коммуницировать объясняя что тут опасности нет и все заканчивается затем артем разговаривает с этим человеком в душе спортклуба кстати там еще была такая фраза сделай пару кругов вокруг бизнес-центра бег помогает справиться с паническими атаками это действительно правда не буду сейчас читать лекции как-нибудь об этом расскажу на канале но именно умеренная физическая нагрузка балансирует симпатические парасимпатический отдел вегетативной нервной системы который дисфункционировал виду стресса и эмоций накопленных и невротических расстройств и умеренный бег действительно очень хорошо помогает при развитии тревожных расстройств но тут надо учесть что многих людей с паническими атаками кардиофобия поэтому тут их надо правильно к этому подготовить об этом я сниму отдельный ролик по паническим атакам кардиофобии спортивной нагрузки и артём задает вопрос в этом самом спортклубе а вы ему идти закрытой дверью ли с открытой он говорит закрытый а окна открываете летом в машине да нет кондиционер работает и тут у артёма возникает сомнение которое он хочет проверить не похоже на то что это просто панический страх закрытых пространств то что если бы это было так он бы в душе в машине в тоннелях и так далее вел бы себя по-другому артём не понимает еще в чем дело и он пытается проверить гипотезу он зовет нашего героя на колесо обозрения кстати в парк сказка где мы снимали первую серию на канале ю шоу моя маленькая странность посмотрите мы там с моей героиней катаемся на каруселях два дубля было думал думал о херею я вообще не люблю карусели а тут надо было два дубля и там это все вот так вот вот так вот это полный был пиздец ну ладно неважно но парк тот же а видела это колесо обозрения как знаки знаете ли и чувак в этот колесо залез но какой клаустрофоб залезет колесо обозрения никакой и артём это понимает и он начинает на него давить он это ни хера не клаустрофобия рассказывай чего происходит и тут он вспоминает под давлением историю про брата который его наказывал за успехи и таким образом опять же нейрофизиологический паттерн у нас зафиксировался стимул успех реакция наказание подкрепление стимул успех реакция наказание брата подкрепление избегать успеха и вот это вот успех наказание избегать успеха или какая-то ситуация в которой появился успех реакция сразу страх и поведение избегать контакта с обстоятельствами в которых он не вызывает у него успех в общем проще говоря прекрасно показана история когда человек сам является поведенческой моделью профилактики собственного успеха потому что успех является синонимом наказания все поняли это да то есть чтобы меня не наказывали мне не нужно добиваться успеха и поэтому его паническая атака в лифте перед назначением это и был поведенческий паттерн уйти от успеха потому что за успехом будет наказание артем задал очень когда клиент вспомнил эту историю он спросил что делал брат брат запирал в сарае он горит а ты не пробовал дверь сломать мало кто запомнил эту фразу но на самом деле сценарий прописан очень классно если каждую фразу вот потом постфактумом разбирать вы поймете насколько круто проработан сценарий был и диалоги были круто проработаны он где дверь не пробовал сломать что это значит это значит что чтобы выйти из паттерна нужно через гнев проработать вот эту историю беспомощности при успехе то есть человека как мы увидели финальном эксперименте поместили в тот самый сарай спровоцировали на злость и подожгли с вами делай что-то делай думай делай думай это очень круто показано и он ломает этот сарай с гневом набрасывается на нашего герна нашего психолога это и была метафора разозлиться на брата и дать ему отпор это то что должен был сделать этот маленький мальчик еще в детстве но он этого не сделал то есть это как бы работа с травмой получается да то есть как бы переделывание сценария переигрывание сценария переигрывание паттерна и в общем то все он говорит я больше не буду бояться повышение вообще не моя история не хочу я этих этой работы буду заниматься чем-то другим вот так она обычно и бывает прекрасная серия прекрасный кейс с паническими атаками прекрасная точка с лерой прекрасная история с матвеем который сказал мама давай дружить все хорошо и часто история с другом который сначала демонстрирует свои финансовые возможности а потом жалуются своим пацанам что у него одни эскортницы блять вокруг увидимся с вами через несколько дней будем разбирать четвертую серию первого сезона сериала триггер ваша секс расиков школа эмоционального интеллекта и психотерапии и канал невроза мегаполиса желает вам здоровья и долгих лет активного активной жизни во всех смыслах этого слова до встречи